Всем привет! Это программа КХЛ за неделю. Как всегда для вас Кирилл Корнилов и Артём Батрак работают. Первый матч сегодняшнего обзора Йокерит против московского Динамо. Совсем недавно эти команды располагались в турнирной таблице западной конференции таким образом, что могли встретиться в первом раунде плей-офф. Но сейчас ситуация несколько изменилась и в этой игре Йокерит, конечно, поймал свою игру. Сакуме на лайнен на 12-й минуте после передач Микко Лехтонина и Хенрика Хаапала забрасывают свою четвертую шайбу в этом сезоне. Концовка первого периода большинство. Ну и удается у Йокерита забросить вторую шайбу. Это делает уже сам Хенрик Хаапала за 4 секунды до сирены. Вот так вот 2-0 Йокерит ведет в Динамо после первых 20-ти. Но вообще Йокерит и в большинстве очень хорош. И на домашней арене Йокерит тоже крайне редко проигрывает. 3-0 счет становится. На 27-й минуте есть Йоинсу. Переправляет шайбу ворота Петр Ригин и Велимати Савинайнен в авторах результативных передач. Такой момент. Там на самом деле большинство было. Оно только-только вот закончилось. По всей шайбе влетело в ворота. То есть постфактум большинства все-таки забили. Дальше еще одна шайба в равенстве. Через 4 минуты после шайбы Йоинсу забивает уже сам Никлас Йенсен. И после этой шайбы тренерский штаб Московского Динамо принимает решение поменять Ивана Бочарова. Но посмотрите, Александр Еременко сразу практически попадает под игру в формате 5 на 3. Здесь Микко Лехтанин не оставляет никаких шансов после своего броска Александра Еременко. Так еще и там подставил клюшку Сакумена Лайнин и переправил шайбу в ворота. Со счетом 5-0 закончился второй период. В третьем игровом отрезке заброшенных шайб не увидели зрители. И Йокерит одерживает победу со счетом 5-0. На тот момент еще лидеры Востока. Но Акбарс так и остается на первой строчке на данный момент. Ну вот Авангард подвинули. Но вот еще когда была эта встреча, встречались первая и вторая команды Востока. И начинают Акбарс по-домашнему уверенно. Минуту и 20 секунд сыграли. И Миль Галимов вылетел в чужую зону и бросил поворот. На самом деле очень интересная игра получилась в концовке первого периода. Посмотрите, какая еще атака у Акбарса получается. Здесь тоже шикарная комбинация. Но пустые ворота выводят Станислава Галиева. Микель Викстранд сбросил шайбу на пятак. Там Дмитрий Воронков в передаче нашел Галиева. И тот уже поражал пустой ворот Эмиля Гарипова. Дальше Джастин Азиведа на добивании. Не менее красивая шайба. Не менее красивую шайбу в большинстве забрасывают казанцы. 3-0 Джастин Азиведа. 13-й гол в этом сезоне. Снова большинство. И снова красивая шайба. Которую мы видим в исполнении казанцев. На пятак, полез, воронков. И вот все-таки забросил ее туда. Может быть не характерно это для большинства. Но в итоге 4-0. Вот так как Барт громит Авангард. В третьем периоде проблемы Авангарда продолжились. Потому что бывший игрок Авангарда. Который немало пользы принес команде Боба Хартли в прошлом сезоне. Михаил Фисенко здорово работает у ближней штанги. И добивает шайбу в ворота. Доводя преимущество своей команды до 5 шайб. Но после того как счет стал 5-0. Игра несколько поменялась. Авангард резко прибавил в скорости. И собственно говоря. Посмотрите вот здесь. Роб Клингхаммер, бывший игрок Акбарса. Забрасывает в ворота Акбарса первую шайбу. Тимур Белялов играл в этом матче. И затем уже в самой концовке третьего периода. Егор Мартынов. Отличается в пятый раз в этом сезоне. После передачи Коди Франсона и Кирилла Семенова. 5-2 счет становится за 4 минуты до конца третьего периода. И казалось бы вот здесь можно уже зацепиться. Но нет. Акбарс сыграл достаточно внимательно в последующие минуты. И пропустил лишь за 6 секунд до конца третьего периода от Павла Дедунова. Для Дедунова эта шайба становится восьмой в этом сезоне. Андрей Стасий и Евгений Играчев авторы результативных передач. 5-3. Итоговая победа Акбарса. Акбарс лидер Восточной конференции. Уже победитель Восточной конференции. Ну а Авангард в свою очередь борется с Борисом за второе место на Востоке. Далее мы отправляемся в Челябинск на ледовую арену трактора имени Валерия Константиновича Белоусова. В этой игре решалась судьба Адмирала. Ведь в случае поражения Адмирал терял всякие шансы на плей-офф. Вы посмотрите, как эта игра для Адмирала началась. Егор Фатеев уже на второй минуте четвертую шайбу в этом сезоне забрасывает. Здорово сыграв на добивании после броска Александра Тридчикова. Далее трактор забрасывает в концовке первого периода. Здесь, как мы видим, добрали шайбу в собственной зоне. Побежали вперед. Ну и просто прекрасное движение от Вячеслава Основина. В принципе, гол, который он сделал практически самостоятельно. Правда, в ассистентах у него есть Артем Бородкин. Идем далее, идем далее. Середина встречи, передача на пятак. И вот тут казалось, что уже справился с шайбой Антон Красоткин. Но Ярослав Косов все-таки нашел ее первым и добил уже в пустые ворота. Антон Клинкин, кстати, стал автором результативной передачи в этой шайбе. Игрок, который пропустил большую часть регулярки из-за травмы. Ну а в третьем периоде, в третьем периоде на 48-й минуте, и посмотрите, какой бросище получается у Ярослава Косова. В дальний верхний угол он попадает. Сам заехал в зону Адмирала, бросил. И Красоткин дотянуться до шайбы не смог. 4-0 счет стал. А в концовке третьего периода большинство челябинской команды, которое удалось реализовать. Ник Бейлин отличился вот в этой ситуации. Бросок с дальней дистанции. Седлок здорово работает на пятаке. Закрыли обзор вместе с Юрием Козловским, Антоном Красоткину. И Бейлин попадает просто здорово. Иван Федотов играет свой матч на ноле. И трактор одерживает победу с отсчетом 5-0, лишая шансов Адмирала на плей-офф. В Москве «Спартак» принимает казанский «Акбар». Встреча получилась крайне интересной и насыщенной. И в первую очередь на голы. Но в первом периоде на самом деле не так много заброшенных шайб. Зрители увидели на ЦСКА-арене. Вот так был счет в матче открыт. Станислав Галеев после передачи Микаэля Викстранда и Николая Аверина добивает шайбу в ворота. Это 1-0 сейчас. Для Аверина, кстати, первая результативная передача в нынешнем сезоне. Дальше бросок Тобиаса Виклунда от синей линии. И многим казалось, что забил именно Швед. Но в итоге оказалось, что Александр Хлачев там где-то переправил шайбу в ворота. Да, второй период получился гораздо более результативным, более эмоциональным. И вот так Акбарс выходит вперед Владимир Галузин. По шайбе-то толком не попал 52-й номер Акбарса. Но так парашютиком она предательски залетела в ворота Юлиуса Гудочка. 2-1 счет стал. Дальше большинство спартаковцев. Идеальная комбинация. Передача на Федорова на дальнюю штангу. Федоров попробовал бросить в касание. Не получилось. Но и на самом деле хорошо для Краснобелок, что ей не удалось это сделать. Потому что получилось даже лучше и краше. Федоров 2-2. Виктор Тихонов, который перешел по ходу этого сезона в Казанский Акбарс из Санкт-Петербургского СКА, явно может занести себе этот переход в актив. Потому что стал он получать время в большинстве. И в большинстве Виктор Тихонов отличился. Вывел Акбарс в третий раз в этом матче вперед. Дальше шайба, которую в итоге просматривали арбитры и в итоге засчитали. Здесь пошли посмотреть на то, была ли помеха в артаре. В итоге эту помеху не увидели судьи. И Ансель Галимов 3-3. Со счетом 3-3 закончился второй период. Но в третьем игровом отрезке Спартак впервые. В этом матче выходит вперед Каспарс Даугвинш. На 44-й минуте после передачи Никонцева и Вишневского забрасывает четвертую шайбу. У ворота Адама Рейдеборна. Дальше очень интересный гол от Мартин Шикарсумса. Ну вот так, что называется, попал. Причем он когда попал, да, по воротам, не сразу даже это увидел. Не сразу понял, что шайба залетела в сетку. Ну и после этой шайбы Рейдеборн отправился на скамейку. Ступив место в воротах Тимура Белялова, который, собственно говоря, тоже не остался сухим. Ансель Галимов забрасывает с неудобной руки Юлиус Гудочек и Максим Гончаров. Становится авторами результативных передач. И таким образом Спартак одерживает весьма уверенную и красивую победу над Акбарсом с отсчетом 6-3. Далее в Магнитогорск Металлург принимает Нижнекамский нефтехимик. На самом деле любопытная игра получилась. Нефтехимик продолжает борьбу за плей-офф, но на этот момент. И, собственно говоря, мало что получалось у нижнекамцев в этой игре. Андрей Нестер шел за минуту с небольшим до конца первого периода. После передачи Томаша Филиппи забросил первый гол. Ну а дальше уже сам Томаш Филиппи забрасывает в большинстве, делает счет 2-0. И вот, да, к этому моменту вообще ничего не получалось у нефтехимик. У нефтехимик в целом получилась вот одна неплохая атака, которая закончилась с заброшенной шайбой в исполнении Павла Куликова за 5 минут до конца. И вот тут казалось бы, что нефтехимик в игре. И что вот сейчас, да, попытается команда из Нижнекамска спасти эту встречу. Но! Брасывание в центре площадки. Металлург это выбрасывание выигрывает. А дальше смотрите, какая оказия случается для нижнекамцев. Побежали вперед. Хозяева идеальный пас от Мазякина. Подкидка с неудобной на дальнюю. И там Брэндон Козун ставит точку в этом матче. И после этой встречи стало понятно, что магнитка плей-офф выходит. А вот нефтехимик шансы свои на выход как раз-таки в восьмерку, да, ухудшает. Вот на момент этой встречи встречались десятая и седьмая команды «Восток». Адмирал против рижского «Динамо». Игра, которая не имела никакого турнирного значения, но получилась весьма яркой и богатой на событиях. Были и заброшенные шайбы, была и драка. Ну, в общем, все было очень и очень здорово. Да, и правда так часто бывает, когда, ну вот, вроде ничего особо и не надо, да, кроме как хочется победить, естественно, случаются, да, и драки в том числе. Была и красивая шайба, которую ждали, кстати говоря, очень долго, на 36-й минуте только вот Никита Коростелев отличился. Третий гол для него в сезоне. В самом начале третьего периода Адмиралу удается укрепить свое преимущество. Первая тройка нападения. Юнг делает передачу на дальнюю штангу и Вихарев в касание бросает, не оставляя шансов Александру Салаку. 2-0. Адмирал повел в этом матче. Но, опять же, третий период получился самым результативным в этой игре. Рижане смогли навязать борьбу и отличился Картер Эштон. В 13-й раз в этом сезоне девятый номер забивает. Александр Протопович и Гинц Мея становятся авторами результативных передач. 2-1 счет становится, но вот в третьем периоде Маркус Юнг уже на последней минуте в большинстве забрасывает шайбу в ворота рижского «Динамо». Но уже на тот момент Александр Салак уехал на скамейку, поэтому Юнг попадает в пустые ворота. 15-й гол в этом сезоне забрасывает. Адмирал выигрывает, но при этом, как мы уже видели в сегодняшнем обзоре, потерял всякие шансы на плей-офф после поражения в Челябинске от трактора со счетом 0-5. Так, ну и последний матч нашего обзора. Металлург Магнитогорский принимает у себя дома Салават Юлайф. И в этом матче, как и в предыдущем матче для Металлурга, случались голы, но случались не часто. Был и вот такой гол, который в итоге не был засчитан по причине игры высоко поднятой клетки. Но там Евгений Ромасько прям сразу развел руки в стороны. Было прекрасно видно, что Дмитрий Кубрышев сыграл не по правилам. На протяжении двух периодов команды никак не могли отличиться, а вот в третьем игровом отрезке посмотреть, какую чудовищную ошибку совершают Уфимцы и Сергей Мазякин. Пробивает Юху Мецелу, выводит Металлург вперед. Идем дальше. Вот такая атака в исполнении Кулемина. И дальше Эрик Одел отправляет шайбу в ворота. Но тут сразу было понятно, что во всяком случае точно будет просмотр. Но давайте и мы еще раз просмотрим этот момент. Ну и здесь, по-моему, очевидно видно футбольное движение на гой. Другой момент. Если бы Эрик Одел попал к клюшкой дальше по шайбе, то тогда этот гол был бы засчитан. Но нет. Рикошет от клюшки не случилось. В итоге счет остался 1-0. И вот так вот ближе к середине третьего периода Салават Юлаев сравнивает счет. В этой игре отличается Эдуард Гематов. Александр Бурмистров и Александр Кадейкин становятся авторами результативных передач. Был видеопросмотр этого эпизода. Но нарушение правил судьи не зафиксировали. И Евгений Ромасько засчитывает эту шайбу. Пятый гол Эдуарда Гематова в этом сезоне. Овертайм, овертайм. Большинство Салавата Юлаева. Бросок Сакари Маннинина. И в итоге победа гостей. Пас у Линуса Уморка. Для Маннина 8-я шайба, для Уморка 41-я передача. Вот таким получился наш обзор. Кирилл Корнилов, Артем Батрак. До свидания. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин